О том, что улицу Калинина ждет масштабный ремонт, стало известно еще несколько месяцев назад. Сначала перекрыть магистраль должны были 20 апреля, но помешала погода, было объявлено, что ремонт стартует позже. Вот только заранее водители о конкретной дате не предупредили, а потому утром 28 апреля, когда на трассе начались работы, здесь возник настоящий коллапс. На перегрузке улиц Калининой тенистое ограждение выставляли прямо перед водителями, перекрыв одну полосу для движения. А пересечение Калинина и Пролетарской и вовсе закрыли. Практически весь машинопоток отправился на Мухина. В итоге образовалась пробка. У нас тут одну дорогу сперва доделать, а потом уже вторую закрывать. У нас и так эти дороги, которые выходят за железнодорожное полотно, и так перегружены постоянно. Так что здесь надо, как говорится, правительство, что-то об этом думать. Ремонтировать надо, но можно как-то по очереди. Пересокрыть это, конечно, неправильно, потому что проехать совершенно невозможно. Пора, наверное, додумать о людях, если так, по большому счету. О том, что машины должны ездить, людям надо добираться как-то, перегруженность. Но вообще-то и работать надо, поэтому потерпим. А терпеть придется до 15 июля. Именно столько потребуется шести подрядным организациям для того, чтобы отремонтировать участок улиц от Тенистой до Октябрьской, вошедшие в первый этап реконструкции. Любые ремонтные работы на магистралях, тем более магистралях города, вызывают определенные сложности с трафиком вообще по всему городу. Потому что часть потока перераспределяется по другим улицам. И данное обстоятельство – это объективная реальность. Надо просто это понять и принять. Сейчас на месте уже начались работы. От Тенистой до Пролетарской. Демонтируют бортовой камень и срезают асфальтобетон. В скором времени дорожники подготовят основания для укладки нового асфальта, а также начнут делать тротуары. На все уйдет около трех недель. Кстати, дорожную одежду меняют параллельно заменой водопроводных и теплосетей. По словам подрядчиков, это очень выгодный тандем. Это очень удобно для нас, как подрядная организация, и неудобно для жителей города. Потому что при перекрытии мы ограничиваем движение и можем спокойно производить работы. Специалисты уже произвели выемку грунта, далее демонтируют старые трубы и заменят более 30 метров теплотрассы. После чего ремонт водопроводной трубы начнется на участке улицы Калинина между Ломоносовой и Северной. Между тем, ремонтные работы внесли коррективы и в ежедневные маршруты общественного транспорта. Сразу 13 автобусов вместо Калинина теперь будут ходить по улице Богдана Хмельницкого. Для удобства жителей региональной столицы по этой магистрали разместили шесть остановок. Однако, такими изменениями довольны оказались не все. Конечно, сложно с пролетарской идти вот сюда, на Хмельницкого. Конечно, сложно. Я вот первый раз не слышала, не видела. Пришлось чуть не возле железнодорожного вокзала, там остановка. Вот пришлось туда идти. Напомню, реконструкция улицы Калинина будет идти в три этапа. Окончание намечено на 1 ноября. А уже на следующей неделе дорожники приступят к ремонту участка по улице Нагорной, который станет альтернативным маршрутом для жителей микрорайона. И, возможно, поможет снизить количество газатуров на городских магистралях. Ольга Сысоя, Андрей Белый. Амурское областное телевидение.